Друзья, всем привет! Сегодня посмотрим на еще один интересный чехол для планшета Samsung Galaxy Tab S7, но чехол не простой, а с клавиатурой. Я брал именно для 11-дюймовой версии, но в этом магазине также есть чехлы для Samsung Galaxy Tab S7, 7 Plus, S6, S4, для iPad и для многих других. Цена в районе 2000 рублей, но 11 ноября будет на AliExpress Черная Пятница, и я думаю, что он будет стоить еще дешевле. Если будете делать заказ, не забывайте перед покупкой отправить продавцу сканшот в главной странице моего канала и напишите, что мы фанат, для того, чтобы получить небольшую скидку и гарантию того, что вам не пришлют брак. Это просто мой такой лайфхак. Я считаю, что если продавец будет знать, что покупатель пришел от какого-то блогера, то просто побоится своей репутации и не станет вам отправлять бракованную вещь. Наконец-то! Ну давай смотреть, что пришло. Лежит на такой вот интересной коробочке. Здесь у нас есть даже какая-то пломба. Ну упаковано премиально. За 2000 рублей я считаю, что очень хорошо упаковали. Небольшая инструкция, кабель для зарядки. Кстати, USB Type-C. Так, ну сам чехол, конечно, такой и увесистый довольно-таки. И не тонкий. Но клавиатура, понятное дело. Ну он мне очень нравится. Материал очень приятный. Как вот на прошлой распаковке я распаковывал чехлы, которые вот очень похожи. Материал такой, как прорезиненный он. Он не софт-тач, но он такой плотный. И довольно-таки удобный и приятный. Он абсолютно не маркий, текстурированный. Очень хорошо чувствуется в руках. Но, ребят, надежность, надежность у него будет сразу видно, что хорошая. Ух ты, какой магнит. Магнит прям отлично. У флагманских планшетов Samsung есть такой интересный режим под названием DeX, который делает из нашего планшета практически полноценный Windows ноутбук. Где у нас будет и многооткодность, и многозадачность, и все вот эти вот фишки от Windows. Не, в натуре классно. Давайте посмотрим, что у нас тут внутри. Здесь у нас, значит, отверстие под стилус, под камеру. Так, ух ты, а это что-то. Я охуя знаю. А, ну сама клавиатура, собственно. Довольно-таки неплохого качества. Она очень легкая, ребят. Она прям вообще невесомая. Сам чехол выглядит следующим образом. Вот здесь у нас приклеенный силиконовый чехол вот такого же типа, как я ношу. Я вот люблю очень такие обычные силиконовые чехлы. Вот. Это чем хорошо? Тем, что у нас защита не только вот с этих вот сторон, но еще и с боков. С этой стороны у нас приятная бархатная поверхность с выемками для того, чтобы ставить в нее планшет. Чехол отлично сюда встал. Так же, как вот в такой вот силиконовый чехол, он туда очень хорошо помещается, ненадежно закрепляется. В принципе, этот чехол можно использовать и без клавиатуры. Ну и давайте посмотрим на саму клавиатуру поближе. Как вы, наверное, уже заметили, у нас нет русских букв, но это решается очень просто. Наклейки с буквами продаются как на Алиэкспресс, так можно найти и в наших магазинах. С этой стороны у нас такая текстурированная прорезиненная поверхность. Кстати, я уже немножко поразбирался и узнал, что это клавиатура на Bluetooth. То есть, в принципе, в чехле ее использовать совсем не обязательно. Вы можете поставить планшет на любую подставку и сидеть в любом месте. Bluetooth берет 10-15 метров. Так что, да, и еще как решается проблема с клавиатурой звуками. Я, например, маркером рисовал и потом скотчем нанеплял, чтобы они не стирают. Есть нестираемый маркер, можно, в принципе, и так. Сама клавиатура не глянцевая, очень приятная, матовая, то есть, пальцы не будут скользить. Легкая, просто неимоверно, вообще ничего не весит. Давайте глянем, как чехол будет в роли подставки без клавиатуры. Да, вот такой вот угол самый будет удобный. Ну, углы можно делать разные, на самом деле. Можно и такой, и вообще вот практически прямой угол. То есть, как вам удобно, любой угол настраивается. Сейчас что заметил. Клавиатура примагнитивается. Я так понимаю, здесь где-то есть магниты. Она, да, она прилипает. Получается вот такой вот у нас мини-ноутбук. А в режиме текста это будет еще и практически как Windows. То есть, многодатчность, многооконность. С торца у нас вход Type-C под зарядку и тумблер включения. Вот так мы включаем клавиатуру, загорается зеленый индикатор. Сейчас быстро покажу, как сделать первое сопряжение с планшетом. Включаем Bluetooth и вот здесь сбоку включаем саму клавиатуру. Находит он вот так называется Virelis Cakeboard. В принципе, довольно-таки все понятно расписано в этой инструкции. Правда, на английском языке, но все равно можно разобраться. Потом на клавиатуре удерживаем две вот эти кнопки одну секунду. И у нас вот здесь загорается значок бесконечности. И дальше уже у нас смотрим на наше устройство. Если у нас iOS, то вот здесь написано. То есть, смотрим по инструкции, что у нас iOS, вот она, Q. Android у нас W и Windows E. Разберетесь. То есть, две кнопки удерживаются. Также Fn и в зависимости от того, какое у нас устройство. Android, Windows или это удерживаем. И у нас происходит Bluetooth соединение. Теперь можно включить режим Dex и сделаем из нашего планшета полноценный Windows ноутбук. Вот теперь у нас забегал курсор. Вот так вот мы можем выбирать настройки. К примеру, по тапу у нас также. В принципе, кто пользовался Windows компьютером, то по сути все то же самое. Скроллен двумя пальцами. Показываю так просто и непрофессионально. Но вы уже, я думаю, разберетесь. Если пользуясь когда-нибудь Windows компьютером, то должны, в принципе, легко разобраться. Обычная клавиатура. Ничего тут для вас нового не будет. Вот мой канал. Все входит курсор. Все так же, как на Windows компьютере. Все. Не нужно, на что вы хотите. Так же на клавиатуре можно прибавлять, убавлять яркость, громкость. Можно открывать очень много окон. Только как пока пользоваться курсором, чтобы двигать, я не знаю. Я вот пальцем вот так двигаю. В принципе, вот можно много окон открыть. То есть, вот, пожалуйста, вот эти окно. Можно менять размер. Так же у нас есть жесты. Например, тремя свайпами мы сворачиваем все приложения. Ну, в принципе, все как на Windows компьютере или как на Mac OS. Двумя касаниями, тремя пальцами, двумя пальцами, одним там, тапами. В общем, ну, собственно, все как на обычном ноутбуке. Я не думаю, что сейчас нужно будет проводить какой-то обучающий урок по поводу этой клавиатуры. Так как она абсолютно такая же, как на любом вашем ноутбуке или компьютере. Но даже если кто-то ее не умеет, то в любом случае это не в рамках этого обзора. Так как есть более профессиональные обучающие уроки по пользованию клавиатуры. Так что вы с легкостью сможете научиться. Но если вы умеете пользоваться обычной стандартной клавиатурой, то для вас не будет ничего тут нового. Все то же самое. Свайпы, жесты, двумя-тремя пальцами, горячие клавиши, увеличить, уменьшить. Все то же самое абсолютно. Так что ничего нового для вас здесь не будет. Просто в таком вот виде и на Android. Клавиши нажимаются очень хорошо. Ход у них маленький, кстати. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть у нас в сложном состоянии. Ну, довольно-таки неплохо. Да, он, конечно, придает ему определенную такую толщину. Ну, вес прибавился. Да, вес, конечно, значительно прибавился. Но надежность хорошая. Очень плотный такой здесь у него корпус. Здесь магнит. Сюда можно, кстати, помещать стилус. Так что кому нужен именно вот такой вот в таком виде миниатюрный ноутбук на Android, то могу порекомендовать. Хорошая вещь. Как в обычном использовании будет это выглядеть? Пришли, достали, отодвинули, как вам нужно, на какое расстояние. Выставили, все. И пользуетесь. Как рукой, так же что-то печатать. Кому удобнее печатать, то, конечно, этот вариант хороший будет. Для тех, кто этот вариант хороший. Очень все удобно, быстро складывается. Магнит крепкий. Сам не отваливается, когда уже его так вот резко. Ну, сам и не отваливается. Также очень порадовался, что все это дело заряжается у нас от одного кабеля USB Type-C. Как сам планшет, так и клавиатура. Не нужно никаких кучи проводов, переходников и прочего. Все заряжать одним кабелем. Что ты думаешь по этому поводу? Пиши в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok